Приветствую вас. Я председал ваш вопрос и, знаете, хотел бы я обозначить вот какую проблему. Вот вы говорите, что, значит, вас приглашали в гости, вы, значит, отказали, поскольку хотели, а не хотели оставлять вашу подругу. То есть, в принципе, ну, мотив у вас довольно хороший – не оставлять подругу. Это правильный, верный, достаточно благородный поступок – не оставлять подругу. Далее. Вы пишите, что «но меня уголовили, и я пошла». То есть, вот вы как бы перекладываете ответственность сейчас в себя на других. Вы говорите, что «меня уговорили, и я пошла». В действительности, ваши слова требуются немножечко перефразировать и сказать, что «не меня уговорили, а мне представили всё так?» Мне представили всё в таком среде, что я захотела пойти в гости. «То есть не меня уговорили, как бы этим вы вообще не несёте ответственность за свою жизнь, за свой выбор. А я захотела пойти». И вот здесь встаёт первый момент важный. Мотив. Вот первый мотив ваш понятен. Вы его пишите. «Не хотела оставлять подругу». Как я уже сказал, этот мотив хороший, благородный и правильный. Но, если вас уговорили, значит получается что? Вам задали другой мотив. другое направление ваших желаний. Вы получили как бы другой смысл того, что вам нужно делать, того, что вы хотите делать. Но об этом новом смысле, о том, чем вы руководствовались, при выборе своего поведения, при выборе своей модели поведения уже другого, когда вы подругу оставили, вы не пишите. То есть момент здесь заключается в том, что вы не осознали, не увидели, не заметили, как ваши мотивы стали другими. Как они поменялись, как они изменились, как они сменили свой вектор, вы этого не осознали. Вы не осознали и, скорее всего, до сих пор не осознаете, так чего же вы хотите все-таки? Что же вам все-таки нужно? Что вам важно, что вам дорого, что вам ценно? Если мы говорим, например, про вашу подругу, и вы хотели ее, не хотели оставлять ее одну, хорошо, но вы же ее оставили. Значит, какой-то мотив новый, другой, стал более значим для вас, стал более соответствовать вашим интересам. Какой мотив? Что заставило вас пойти в гости, не смотря на то, что подруга ваша осталась одна? То есть, не смотря на то, что вы увидели, что она погрустнела, ведь вы даже тогда могли отказаться. Но этого не сделают. То есть, первое, это мотивационная и смысловая сфера. Почему и для чего вы изменили свою позицию. И второй момент, который тоже очень важен. Второй момент заключается в том, что вы, значит, взят на себя вину за неосознаваемый вами мотив, а ведь вы этого хотели, значит, это было ваше желание, значит, это был ваш выбор, вы взяли на себя этот сам неосознаваемый мотив, взяли на себя ответственность за него перед подругой. То есть, вы взяли ответственность на себя перед подругой, но сняли ответственность за себя, вступили на ложный путь. Какой? Вы идете не по пути тому, чего хотите вы, а вы идете по тому пути, чего хотят другие. И чего хотят другие люди. Это является очень тревожным и негативным проявлением для вас. Потому что, когда вы берете ответственность за других, но не несете ответственности за себя, вы не отвечаете за свои поступки, вы не отвечаете за свои слова, вы не можете правильно, адекватно, если угодно, сделать выбор. Не имея возможности, не имея возможности делать выбор, вы, по сути дела, обрекаете себя на постоянное ощущение чувства времени. Ну, то есть, вот, примерно так, как вот вы себя чувствуете сейчас. Если вы не хотите, чтобы так было, необходимо ответственность все же нести именно за себя самостоятельно. Для этого необходимо понять, какие ваши ценности, ваши взгляды и ваши интересы. Потому что именно на них базируется мотив, именно на них базируется мотивационная база. И по-другому не бывает. То есть, если вы хотите понять свои мотивы, нужно исходить из ваших личностных качеств, исходить из ваших намерений, из ваших ценностей, из ваших приоритетов. Далее. Ваша подруга. Довольно добавно, что ваша подруга, она как будто бы не очень хотела, чтобы вы были счастливы. И она как будто бы не очень хотела, чтобы вам было хорошо. То есть, она погрустнела, что вы оставили ее одну, что вы вышли в гости и так далее. Вот подумайте, а что мешало подруге, ну, например, элементарно порадоваться за вас. Вот просто порадоваться за то, что вы там удовольствие получите, что вы развлечиваетесь. Например, это вот тоже важный момент. То есть, так ли хорошо поступила ваша подруга. В этом тоже я рекомендовал бы вам подумать. В этот момент, скорее, второстепенный. Первичное все-таки именно вот то, что я сказал про мотивы и про ответственность. То есть, учитесь, отвечая за свои слова, за свои поступки. То есть, если вы что-то делаете, то вы делаете это почему, для чего, с какой момент видит. Чтобы вы сам-сам и себе хотя бы могли объяснить свое поведение. Просто одергиваете себя и спрашиваете, а зачем я это делаю? Мне, например, там, грубо говоря, предлагают идти, допустим, в гости, зовут меня в гости, да? Вы говорите, а я не хочу, я не иду в гости, потому что я не хочу оставлять подругу одну. Почему вы это делаете? Почему вы не хотите оставлять подругу одну? Это первое. Второе. Вот вы решаете, например, все-таки идти в гости. Спросите себя. Почему я решила подругу все-таки осадить? Вот на этих ценностях, на этих приоритетах и будет выстраиваться ваша единая модель поведения, которая и поможет вам не оказываться в подобных ситуациях. Что касается восстановления отношений с подругой, то, понимаете, если вы проделаете всю ту работу, которую я вам здесь предлагаю, то у вас выработается некое отношение к подруге. Некое отношение другое к подруге. И, исходя из этого отношения, вам уже и нужно будет с ней себя вести. Если, например, вы придете к выводу, что вам нужно было остаться ее поддержать, это выбор ваш. Он ничем не хуже и не лучше альтернативного. Но тогда перед подругой придется извиниться. И сказать ей что-то вроде Прости, я поступила не хорошо. И так далее. Извини меня. Больше этого не будет. То есть вот, ну, что-то вроде кого. Понимаете? И если вы, значит, ну, например, решите для себя, допустим, что вы все-таки сделали правильно, то тогда вполне логично будет предположить, что извиняться перед подругой не надо, а просто сказать ей что-то. Ты меня извини, но я поступила так, как хотела. И все. И ты могла бы там поступить так же. Ну, по-другому. То есть могла бы тоже там найти себе там какое-то развлечение и так далее. Вот. Понимаете? Вот именно исходя из модели той позиции, которую вы выработаете, а на это я хотел направить ваши мысли сейчас. Если вы это сделаете, то проблема отношений с вашей подругой просто-напросто исчезнет. Ее не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Буду благодарен, если оцените мой ответ как лучше, если он понравился вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...